Привет любителям фрирайда, мы снова с вами в магазине VR Freeride и это следующая серия о сноуборд-бренде Gentle Stick. В этом обзоре первая это у нас будет доска из серии TT, Taro Tamai, это его личная разработка. Особенности доски это флэт прогиб, флэт кембер, которая позиционируется Gentle Stick как альтернатива обычному кемберу. Обычный кембер пришел в сноуборд-строение из лыж, и когда доска находится в дуге, ее нос немножко направлен вниз в снег, и такое положение носа обычно заставляет его занырнуть немножко в снег. Естественно, такое нивелируется другими конструктивными особенностями, как длинный нос, как смещение закладных назад и перемещение веса назад, но все равно такой эффект остается, и на сложные местности, имеется в виду на переходе с мягкого снега на жесткий, все равно нос доски у кембера норовит чуть-чуть цепануть за снег, особенно это происходит в конце поворота. У флэт конструкции такого напряжения носа вниз нету, поэтому на такой доске делать повороты значительно более комфортнее. Доски представлены в нескольких видах. Это 160 см, 165, 168, и еще одна доска Тара Томайи, она называется Слэшер, имеет длину 165, по конструкции она примерно такая же, но у нее чуть-чуть более устойчивые, так скажем, характеристики. Если просто ТТ, это доска про скорость и фан, то Слэшер доска немножко более устойчивая для большего контроля на любой поверхности. Доски хоть и имеют фрирайдный вполне вид, вполне универсальные для катания по любой местности, и даже покарвить по утреннему вельвету на них можно. Следующий в обзоре – это серия досок Big Mountain, доски для больших гор. Их особенность – это жесткие доски для реально умеющих кататься людей. Прогиб у них называется Acceleration Camber, это опять же разработка Тара Томайи. Его особенность в том, что Camber начинается там, где он обычно начинается, заканчивается там, где он обычно заканчивается, но арка смещена к задней ноге. И когда райдер нажимает больше на арку, которая ближе к задней ноге, вот эта вот часть доски немножко больше приподнимается, что обеспечивает доске лучшее всплытие в целине. Напомню, доски очень жесткие, и на них могут кататься только действительно умеющие кататься люди, которые могут разогнать эту доску до огромных скоростей. В нашей линейке есть доска Zephyr 160 длины, есть доска Magic 168 длины, есть 172 Speedmaster, Speedmaster. И есть доска Impossible 186. То есть это огромная узкая рельсина, которая... Ну, на самом деле, это не рельсин, это достаточно упругая доска с хорошей отдачей, которая будет просто выстреливать вас из поворота, но все же ее надо уметь нагрузить для любителей высоких гор и больших скоростей. Еще одна доска по форме, она похожа на доски TT, классические доски Tarotamae, но отличие в том, что они не Flat Camber, как заявлено в тех досках, а имеют Acceleration Camber. Это кембер, смещенный, как я говорил, на предыдущей доске немножко к задней ноге, и когда вы нажимаете на этот кембер, нос доски немного приподнимается, и доска лучше всплывает в целине. Доска относится к серии Floater, у нас всего две такие доски, это 162-я доска мужская, и, как я уже говорил, 153-я позиционируется больше, как женская, но, в принципе, на ней могут кататься какие-то совершенно легкие мужчины в весе, допустим, до 60 килограммов. Доска универсальная, такая форма носа позволяет быстро перекантовываться, на ней можно кататься совершенно в любых погодных условиях и по любой территории. Еще одну серию сноубордов от GentleMstick, которую мы представляем в нашем магазине VR Freeride, это серия называется Independent. Она имеет характерный квадратный нос, широкий, широкая талия и короткий закругленный хвост, либо хвост полумесяцем. Как я уже говорил, это короткая и широкая доска, которая обычно подбирается по ростовке не как обычная ваша доска, а сантиметров на 10 поменьше. Прогиб обычный кембер, без всяких смещений, находится посередине, он коротенький, наверное, вот такой. Такая доска подходит для карвинга по жесткому снегу идеально, то есть она жесткая, она не будет цепляться, даже если ваши ботинки имеют большой размер, мысками за снег. Доска универсальная, подходит для катания и на фрирайде, то есть такой широченный длинный носяра вывезет вас в любом снегу. Представлено несколько вариантов. Вот есть про-модель Alex Yoder, который знает толк в карвинге и занимает призовые места на очень интересных соревнованиях по естественным стенкам на курортах. Такие проводятся в Японии, у нас я ни разу таких не видел. Это 157-я доска, 155-я доска, называется Stinger, и очень интересный, такой матовый черный цвет, очень стильно, 156-й Monterey и Giant Monterey 159-й. Все характеристики, как ширина носа, хвоста, талии, все находятся на сайте, либо на фирменном сайте Gentleman Stick, либо на нашем сайте VR Freeride, так что добро пожаловать, заходите на сайт, смотрите характеристики. Очередная серия досок от Gentleman Stick называется Alternative. Формы такие, что я, например, таких не видел, не трогал в своей жизни никогда, но очень хочу попробовать на них покататься. Если вы увидите, то это огромнейшие широченные носы, очень узкие хвосты досок, то есть разница между носом и хвостом просто колоссальная. Еще одной особенностью таких досок является то, что закладные относительно самого узкого места талии смещены не назад, как у многих фрирайдных досок, а наоборот вперед, потому что назад уже смещать некуда. То есть узкое место – это практически уже сразу же хвост. Поэтому все характеристики по так называемому сдвигу закладных подкреплений имеют плюсовые значения, они сдвинуты, наоборот, ближе к носу. Вот, например, данная доска имеет еще и особенности конструкции. Если вы увидите, мы покажем поближе крупным планом. В структуру Woodcore встроены ребра жесткости из бамбука. То есть они добавляют большую жесткость, и боковая стенка тоже сделана из бамбука. То есть доска достаточно жесткая, но из-за своей формы она великолепно всплывает в глубоком снегу. Хвост раздвоенный тоже помогает и в управлении, и в погружении хвоста в глубокий снег. Другие доски, которые уже не имеют такой бамбуковой структуры, но они имеют бамбуковые крышки сверху. Это, наверное, самые длинные доски в серии, самые широкие доски. Все их характеристики вы можете найти на сайте как Gentleman Stick, так и нашего VR Freeride. Действительно уникальные сноуборды, на которых просто хочется покататься. Ну, вот, кстати, например, один из них имеет хвост совершенно другой формы, не такой, как раздвоенный. Но при этом тоже входит в эту же серию, потому что имеет общий шейп такой же и конструкцию. Такие доски гарантированно будут работать как и в пухлом снегу, так и на жестком, отротраченном курорте. То есть доски совершенно универсальны. Не обязательно иметь две доски в своей коллекции. На такой доске вы можете кататься совершенно по любой горе, по любой поверхности, в любую погоду. Но, естественно, эти доски не для фристайла, как мы понимаем. И заключительную доску, которую мы вам представляем, это доска Drifter 155 длины из серии Snow Surf. Доски в этой серии достаточно все короткие. У нас есть еще одна женская доска MaryMade, которая называется. Она уже была у нас в обзоре. Это же самая длинная доска из линейки Snow Surf и максимально подходит для, так скажем, европейских мужиков. Доска не имеет прогиба, имеет характерный и достаточно современный шейп, но в то же время базируется на разработках досок от Taro Tamaya. Это универсальная доска для фрирайда с ощущениями катания, как на обычной доске. Собственно, еще одна универсальная доска для катания как в горах, так и по курортным отротраченным трассам. На этом заканчиваем наш обзор досок Gentlemstick. Очень рекомендую зайти к нам в магазин и посмотреть, пощупать их, потрогать руками. Очень интересные и красивые доски. Я думаю, они вам должны понравиться, особенно если вы часто катаетесь в горах или выезжаете, например, на хели-бординг. Рекомендую, приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова